Есть в календаре профессиональных праздников дата, которая, возможно, теряется в предновогодней суете. Тем не менее, от специалистов именно этой сферы во многом зависит не только наше настроение, но и жизнь. Для того, чтобы тепло и электричество дошли до наших квартир и промышленных предприятий, сотрудники ТЭЦ-2 не останавливают работу ни на секунду. Мощность нашей станции 180 мегаватт. Это потребление примерно 20 миллионов современных электрических лампочек. На сегодняшний день нагрузка нашей станции для котлов составляет 750 тонн в час пара. Пар мы вырабатываем с давлением 14 мегапаскалей и температурой 550 градусов Цельсия. Это достаточно высокие параметры. Дальше этот пар идет на турбину, где вырабатывают электроэнергию. Сейчас нагрузка порядка 120 мегаватт. ТЭЦ-2 – крупнейший теплоисточник города и Бобруйского района. Среди его основных производственных потребителей – Бобруйско-Громаж, Беларусь-Резинотехника, Кожевинный комбинат, заводы КПД и биотехнологий. Для повышения надежности обеспечения тепловой и электроэнергией здесь постоянно проводится модернизация. Она направлена на автоматизацию и эффективную работу оборудования. В ближайших планах – замена первого турбоагрегата на новый, экономичный. В этом году мы произвели капитальный ремонт котла номер 4, который позволит обеспечить нам более надежную работу данного оборудования, повысит его энергоэффективность и экономичность. Мы произвели модернизацию тяго-дутевых механизмов парового котла номер 3, что позволило нам снизить их энергопотребление и также увеличить их регулируемые пределы. Устранить неисправность в кратчайшие сроки на земле и на высоте, при любых обстоятельствах и погодных условиях – так работают сотрудники Бобруйских электрических сетей. Круглосуточно, в выходные и праздники они обеспечивают энергией весь город. В этом цеху изготавливают и ремонтируют электрооборудование и металлоконструкции. Настоящим мастерам своего дела с золотыми руками под силу решения проблем любой сложности. Работу энергетиков сложно переоценить, так как от энергоснабжения жилых домов, предприятий зависит практически все. То есть от лампочки в подъезде до работы холодильников, до работы любых насосных станций – это и водообеспечение, это и теплоснабжение. Фактически жизнеобеспечение полностью человек. Предприятие обслуживает 56 подстанций общей мощностью более 1745 вольт-ампер и 2570 трансформаторных. Протяженность воздушных линий электропередач свыше 9,5 тысяч километров. Самые энергоемкие потребители – Белшина, Беларусь-резинотехника, Осиповический завод автомобильных агрегатов, БЗТДИА, ТАИМ, мясокомбинат, плюс десятки других промышленных гигантов и крупных животноводческих комплексов. Данный год для нас был непростым, но тем не менее все поставленные задачи мы по данному году выполнили. Расчищено порядка 900 километров просек, отремонтировано порядка 1000 километров линий 10,04 кВт, 200 километров линий основной сети. То есть все доведенные показатели нами выполнены. Поздравляю с Днем энергетика всех работников отрасли. Отдельное спасибо ветеранам, всем безаварийной и безопасной работы, крепкого здоровья и всего наилучшего в новом году. В профессиональный праздник людей труда чествует руководство города. Не обходится без наград, грамотам и благодарностям нет числа. Энергетика – призвание, которое объединяет тех, на кого всегда можно положиться. Специалистов надежных, умелых и ответственных. Тех, кто принимает верные решения в самых непростых ситуациях в режиме 24 на 7. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.